Особо сильно не разогнаться, хотя в этот подъем можно разгоняться 80-90 без проблем. Но из-за того, что грейдер плохо грейдерует, все-таки верня полнейшая. Так что, все ездят по центру, накатывают только центр, обочины никто не катает вообще. Сейчас непонятна такая погода, то ли снег мокрый идет, то ли дождь, но на улице минус 1 градус, почти 0. Поэтому очень скользко, стараюсь ехать не сильно быстро, тем более тормоза херойенькие. Так как и должно быть, у них вот объезд строится этого, грубо говоря, моста, и они ложат асфальт, чтобы люди комфортно проезжали, то есть все так, как надо. У меня такая небольшая проблемка с автономкой. В общем, друзья, всем огромный-огромный привет! Привет! Сегодня 23 число, день всех защитников мужчин, всех хочу поздравить с этим днем. К сожалению, не знаю, когда это видео выйдет, так как мой компаньон в процессе монтажа этих видео, которые должны выходить в течение, грубо говоря, месяца этого. Ну, как бы лучше поздно, чем никогда, поздравляю всех мужиков. Вот, я уже в дороге, загрузился со вторым рейсом досок. Сейчас подъезжаю к третьим воротам пограничникам. Вот, время уже без 25, граница закрывается в 8, и у меня сегодня должен быть досмотр. Соответственно, сейчас посмотрим, как они, точнее, кто таможня оформит меня быстро или нет. Потому что в прошлый раз, когда у меня был досмотр, они меня загоняли в ангар, я простоял где-то около 7 часов или 8, что-то в этом роде. То есть очень долго стоял. Ну, сейчас будет видно, покажу, расскажу все то, что возможно. К сожалению, у них нельзя снимать, я стараюсь некоторые моменты подснять, но чтобы губы не дули дальше, стараюсь не снимать и не показывать этого. Нет, такие смешные, я с них просто угораю. Сейчас дал паспорт пограничнику, говорит, сейчас мы вас запишем. Я ему говорю, так я же в Финляндии, в Россию, когда заезжал, меня записывали. Сегодня, я говорю, ну да. Я говорю, или у вас журналов много, что куда нужно записывать, или вы не во все журналы записали. Он говорит, да людей типа много, кто дежурит. Я вот единственного не понимаю, зачем держать столько людей в этом месте, платить зарплату за это, кормить. Это такие сумасшедшие расходы. И это все идет от людей, которые платят налоги. Я этого не понимаю. Ну ладно, как бы дело государства, в чем я делал есть. Все хорошо, я проехал, получается, погранцов. Сейчас два подъема буду штурмовать. Надеюсь, что все удачно. Дорога хреновая совсем. Наверное, нужно позвонить диспетчерам. Ну, или там горячую линию. Сказать, чтобы отправили грейдер, и чтобы грейдер нормально прошел дорогу, прошкрябал. Потому что я даже на своем русском грейдере, на котором ездил туда, на зашеек, я лучше дорогу шкрябал, чем здесь. Здесь он получается, когда вчера или позавчера я ехал, он прошел ее, просто снег счистил. А конкретно ничего толку, никакого нету. Дорога просто жесть. Также вам хочу сказать, почему еду именно сейчас так поздно. То есть я мог бы выехать около часа-двух назад, так как уже был готов. Для того, чтобы убедиться и проверить, насколько таможня будет быстро работать. и посмотреть, успеют меня сегодня пропустить до 8 часов или нет. То есть, в принципе, должны до пол-восьмого пропустить. Вот. А там еще где-то полчаса, грубо говоря, на финской домочке тоже меня должны оформлять. Поэтому надо с запасом, чтобы они брали. Будет видно, что загадывать. Пятая пониженная. Немножко не вытягивает. Четвертая, конечно, нормально. То есть, вот эта яма, получается, такие шишки перед подъемом, на подъеме. Особо сильно не разогнаться. Хотя в этот подъем можно разгоняться 80-90 без проблем. Но из-за того, что грейдер плохо грейдерует, все-таки верня полнейшая. И еще меня интересует такой момент. Вот этот зимний, который накатан. Они вот грейдеруют-то плохо. И не срезают. Зимний, который накатан. Он по весне рухнет. Кто его будет убирать? Каждый день ездить они. Я думаю, что хрен они будут ездить сюда. Каждый день убирать. Вот такая вот дорога. Вся в гребенке. Еду потихонечку. Торопиться некуда. Самое главное, что ничего не отвалилось. Не открутилось, не оторвалось. Это самое важное для меня. Не потому, что мне не хочется это делать. И там, типа, какая-то лень. У меня этого нет. То есть, ни лени, ни желание есть все делать. Просто кто-то не забрался, назад сдавал. Что-то тут... А, да-да-да. Вот разъехаться не могли. Разъехались. И он назад сдавал, потому что не мог тронуться. У меня есть желание все делать, я делаю. Это лени никогда не было и не будет. Это мой девиз. Вот. Просто хочется, чтобы машины ездили потихонечку. И ничего не отрывалось, у них не ломалось. Самое важное. Отношение хорошее к машине. Ну, и следить за порядком в ней. Я вот в этом месте вчера тоже расходился. Сюда вот прижимался, а здесь машина навстречу проезжала. Хорошо хоть еще умудрились как бы на ровном месте разъехаться. Так было бы хреновенько. Так что, все ездят по центру, накатывают только центр. Обочины никто не катает вообще. А сейчас смысла их укатывать, там что-то делать с ними нету. Потому что они очень мягкие, проваливаются, чтобы уйти там застрять. И потом дергали, тебя тоже как бы смысла нету. А вот по весне, когда начнет сюда, обочины вообще будут опасные. Первый, с кем разъедешься абсолютно. Так, друзья. Передо мной стоит машина-щиповоз. Его проверяют. У меня сегодня досмотр будет. Соответственно, сейчас будут загонять в ангар. Время уже полшестого. У них, по сути, где-то около полтора часа для того, чтобы меня оформить. Ну, максимум это два часа. Потому что граница до восьми. И еще полчаса хотя бы, чтобы финны успели меня оформить, пропустить. Вот. Сейчас я документы уже отнес. Стою. Сейчас буду кушать потихонечку. Тут раздеваться туда-сюда. Вот. И... А они мнут титки. Ничего как бы не говорят, что куда. Заезжать, не заезжать. Там чего-то ждут. У моря погоды как... Ой, неадекватные люди. Так, все, меня пропустили. Время сейчас 7 часов. То есть где-то минут за 30 или час меня оформили. Не, 30 минут. Быстро сделали. Вот. Досмотра не было. Не было по причине того, что начальство разрешило меня так пропустить. Ладно, сейчас буду проходить финскую границу. Посмотрю, что там. Надеюсь, что там тоже быстро. Все, пересек я вот только что границу финскую. Заняло это меня минут 40, пока они там разбирают, что как, куда. Вот. Время сейчас 40 минут 8. И хочу доехать до Тевелокоски, там переночевать. Буквально где-то через час-полтора-два встать, переночевать. Потому что мне нужно все равно в 9 часов отстаиваться. Смысла нету никакого всю ночь ехать. Поэтому лучше пораньше встать, выспаться. И раньше встать, чтобы продолжить движение. Проснуться. Движение идет нормально, вроде бы все удачно. Уже полдевятого по русскому времени и минус 20 на улице. Почему-то на двоечку включаю печку. Все равно прохладненько в машине. Не знаю почему. Такая кабина холодная в этой тачке почему-то. Даже сзади спальник обложили специально этой блестяшкой. Чтобы меньше дуло. Блин, еще и морозы вот как-то зло начались. Что такое? Не, ну это в принципе нормально. Хоть дорога будет держаться в лесу. Это хорошо. Самое главное осталось только позвонить по горячей линии. Или там в дежурную часть, чтобы... Сделали дорогу, отгрейдировали хорошо и не было шишек. Так, сейчас я вкусом поверну налево, на Олу. И до Олу у меня останется 215 километров. Но сегодня я не планирую как бы доехать до Олу. Если бы чуточку раньше бы выехал с границы, то было бы хорошо. А так поздно приеду, поздно выеду. Вот допустим, если бы я в 12 часов остановился, то придется только в 9 часов мне выезжать. Поэтому чем раньше я там остановлюсь, часов в 9-10, в 11, тем раньше встану и выеду. Вот оно, кольцо Кусымское. 60 километров в час. Так, ну вот, поворачиваю на Олу. 215. Время уже 21.07. Ну, сейчас как раз где-то до Тайволоковски доеду. Час пройдет. 10 часов встану. Ориентировочно... Ориентировочно в 7 утра подъем. И можно ехать. Рано переключился. Подъем же идет. Тихонечку затащим. Так, а завтра планы какие? Проснуться, доехать до места. Чтобы меня выгрузили. Чтобы было все удачно. Надеюсь, все будет без переключений. Сейчас ехал, получается, до Кусума. Еду, еду. И почему-то шестую передачу выбило. Что-то начинает маленькая коробка мозги парить. Надеюсь, чтобы лишь бы только не навернулось ни хрена. Что такое с этими коробками? Страдают. Бедолаги. Все, ладно. А я дальше в путь погнал. Так, время уже 10 часов. Подъезжаю к Тайвал-Коске. Сейчас заеду на АБЦ, там буду ночевать. А завтра в 7 утра. Даже раньше, наверное, встану. Там пока чайку, кофейку. Зубы почищу, моюсь. И снова путь. Что-то я уже подзамучился. Всем доброе утро, друзья. Если я не успеваю доезжать, придется 45 минут отстаиваться. И уже там где-то ближе, я думаю, к месту буду отстаиваться. Потом буду выгружаться. Ну, а дальше будет видно, как все пойдет сегодня по обстоятельствам. Вот. Идет снег на улице. Не знаю, сколько он будет идти. В принципе, я в лес никуда не собираюсь. Я не лесовозник никакой. Иду по обычным дорогам, как и все. И я надеюсь, что никаких проблем не будет. Все, выдвигаюсь дальше. Так, подъезжаю уже к Колу. Осталось где-то, грубо говоря, 10 километров. Начались светофоры. Ограничения скорости 60 километров в час. Так, давай. Давай, родимый, переключайся. Блин, скользковато очень. Я нормально все остановился. Сейчас непонятная такая погода. То ли снег мокрый идет, то ли дождь. Но на улице минус один градус. Ну, почти ноль. Поэтому очень скользко. Стараюсь ехать не сильно быстро. Тем более тормоза херовенькие. Камеры еще старые. Где-то местами поменяли на новые. Они теперь такие более стали, как сказать, продолговатые. Самое главное, что, понимаете, никто не торопит. Никто не кричит тебе, почему так медленно едешь. Вот люди очень спокойные. Они просто видят, знают, понимают обстановку, что скользко, торопиться некуда. Можно как бы нажить неприятности, если будешь торопиться. Соответственно, все адекватные люди, понимающие. Поэтому у них здесь и учат очень долго на права. Учат очень долго вообще правилам каким-то. Вот меня сейчас обгоняет финская Вольво Викинг. Охрененные, да? Тачки. Офигенные. Стараюсь держать подальше расстояние, дистанцию больше. Так как может произойти все, что угодно. Ну, то есть, финны абсолютно непредсказуемые. Бывает, что там какая-то ситуация резко затормозят, либо еще что-нибудь. А у меня, так как тормоза плохие, лучше подержу большую дистанцию. Ну и еду по норме. Это же у нас в России так принято, что нужно ехать сколько позволяет. Отсечка есть, вот 95 км в час. Вот так 95 км в час и едешь. А раньше я здесь вот Волл увозил Березу, Баланс на Сторуэнса. В принципе, все было замечательно. Но сейчас то ли закрыли эту Сторуэнсу... А, нет, в Кеме закрыли Сторуэнсу, а Волл еще и действующая. Поэтому... Но, к сожалению, запретили через границу возить любой круглый лес. Какие-то, я не знаю, если честно, неадекваты у нас в России. И, вроде, пошлину платят, зачем закрывать тоже, как бы, доходное вот это дело. Ладно, не суть. Все равно, как приспосабливались люди, так и будут приспосабливаться к любым изменениям в жизни. Итак, время сейчас 15 минут 3-го, 24-е число. Вот, я остановился на парковке. У меня сейчас 45-минутный отстой. Пойду. Ох, какой ветерок-то, а? Прохладный. В общем, приобрел себе такие сапоги новые, классные. Таких, как у меня, старые, которые лет 7, и они сейчас потекли, и их нету, сказали, есть вот такого нового образца. Сейчас вылезу. Надо проверить машину, обойтись. Посмотреть, что как с ней. Слякоть такая невыносимая. В машине даже чувствуется, что тяжело идет, и расход больше, соответственно. Все, 45 минут состоял, время уже 10 минут 4-го. Выдвинулся сейчас. Была небольшая проблемка, это слетело верхнее крыло на заднем правом колесе Вольвы. Вот, как я там устранял эту причину, снял крыло, одна резинка улетела, и три осталось. Поправил его, это крыло подогнуло, постарался выпрямить, и обратно закрепил. Надеюсь, все будет хорошо. Выдвинулся дальше, осталось до Кокола километров 50, грубо говоря, может 30. Вот, и после Кокола, там, я думаю, где-то километров 30-40. И я на месте, если не 50. Осталось совсем немножко, буду выгружаться. Добрался до Коколы, погода распогодилась, классно сейчас стало солнышко, тепло, настроение поднялось, позитивчик. Сейчас доеду до Кольца, и на Кольце налево на Никор-Любю. Или там, куда-то, в сторону Пиетро Сари. Васса будет, скорее всего, да-да-да. Указатель на Васса. Вот, и здесь еще есть хороший магазинчик. СРС Кирпис. Это магазин бушных вещей. Потом нужно будет сюда зайти по возможности. Плохо, что заезд только для легковых. Хотя можно было здесь оставить машину. Сходить. Ладно, потом как-нибудь. Итак, друзья, ситуация такая, что пару дней назад ездил вот сюда выгружаться в Пиетро Сари. Поворачивал с главной трассы, которая вот на Вассу идет. Не было никаких абсолютно проблем на развязке. Сейчас, получается, так же все точно повернул. И уже вся дорога перекопана. Я не знаю, по какой причине ее перекопали. И даже не знаю, как туда теперь попасть в это Пиетро Сари. Поэтому затупил сразу на бабочке, не развернулся. Пришлось проезжать прямо. Сейчас вот доехал до парковки. Хорошо парковка была рядышком. Сейчас крутанусь на ней. Заодно машины только вот проедут. Я думаю, это легковая пройдет. Белая. Да. Микрик этот. Или как он? Да, микрик. Вот, я и буду выезжать. Вот, в общем, тупанул. Пришлось ехать сюда до парковки, разворачиваться. Сейчас буду пробовать заезжать. Искать какие-то заезды. Так, вот оно у них все перекопано здесь. Абсолютно. Как там вот разъезжаться, не знаю. Но вот сейчас откуда-то машины едут же. Ну, сейчас попробую на съезд съехать. Блин, жесть. Да, он дорога просто перекрыта. Ладно, проберемся. Палец стал нарвать. А, вон там, наверное, да, заезд. Блин, временный. Да, стопудово. Вот я на этом вот участке, я, получается, оттуда ехал, сюда вот заехал. И проехал прямо, потому что думал, что здесь поворот. А подъезжаю сюда и смотрю, тут вообще нихрена нет. Вот в этом-то и дело, что я растерялся. Надо было сюда повернуть. Как раз на бабочке развязался. И вот сюда обратно бы заехал. Ну, ладно. Не беда. Не сильно там много. Там два километра всего лишь проехал. В одну сторону его, вторую, два. Четыре километра, чтобы развязаться. Развернуться, точнее. Так, теперь мне. А, да, вот, Петер, Сарик. Налево. Для финны вообще, как бы, не проблема. Вот, когда они, когда они большой ремонт затевают, дороги, ну, там, мосты или еще что-то. Вот у нас в России как происходит? У нас строят отдельную дорогу, типа, проезд. Но у нас это что делается? Из чего делается? Из грунта. То есть, асфальта нету ничего. А в Афину все так, как и должно быть. У них вот объезд строится, этого, грубо говоря, моста. И они ложат асфальт, чтобы люди комфортно проезжали. То есть, все так, как надо. Все для людей. Молодцы. Так. Так, так, так. Я так думаю, что мне вот сюда нужно направо повернуть. Здесь вот именно. Так, главное, потом обратно ехать буду, не проскочить, иначе хана будет. Да, зашибись они поставили. Молодцы, конечно. Еще работу не начали проводить уже. Понасставили знаков. Так, сейчас только что подъехали ко мне сначала на каре. Тут разговаривали полчаса, понять что-то не могли друг друга. Потом подъехали, забрали документы. Сейчас вот передвигаюсь поближе. Сказали здесь расщекляться, но я не понимаю, для чего здесь расщекляться, если место выгрузки вот здесь вот за контейнером. То есть, должно быть, по идее. Сейчас посмотрим. Так, что? Или здесь место выгрузки. Да даже фиг его знает. Здесь, не здесь. В общем, будет видно сейчас. Ничего себе тут досок-то отправляют сколько. Молодцы. Так, все, меня выгрузили. Документы отдали. С тремя печатями. Все, как и просил. Так, сейчас надо пломбировочный трос вставить где-то. Надо было здесь вставлять, что торопиться. Лёдик хорош, вон аж. Шипами-то дерет. Так, пойду я. Ставлю трос пломбировочный. И, в принципе, сейчас буду уже выдвигаться в обратном направлении. Меня так дальше чуть-чуть туда не пустили. Секретная, блин, информация. Куда они дальше там доска отправляют. Ну, пофиг. Нет, это как бы и не надо было знать. Так, сейчас. Самое главное, вот пломбировочный трос вставить. Потому что замки эти уже заглебали открываться. Как их не натягивать, все равно по плохой дороге они разбалтываются. Особенно, когда ветрища тоже открываются. Я думаю, чтобы лишний раз их не дергать. Тент не натирала, не рвала. Ну, проще, вон, потерять минуту-две времени. Пломбировочный трос вставить. Хотя, просто так особо много сильно не занимает. Вот, как шипы работают, вот, видите? Следы от моих колес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порвался, хреново. Ну что, вот приезжаю я уже к этой развязке, где ремонт. Все проходит вроде бы как удачно. Сейчас зарулю на заправку Нести, схожу в туалет, схожу, перекушу. И, в принципе, думаю, что буду выдвигаться, либо здесь переночую. Как бы смысл какой-то, когда сейчас задницу рвать, там, ехать. Все равно у меня осталось где-то часа, грубо говоря, час-два езды по времени. У меня такая небольшая проблемка с автономкой. В общем, солярка подается, все нормально, как бы проходит через насосик. Все, белый густой дым идет с выхлопной трубы. И я так понимаю, либо дело в сеточке здесь, потому что во всех автономках стандартная идет сеточка и спираль. То есть, ну, сама свечка, которая накаляется до красного состояния и, получается, зажигает поток соляры. Вот. Я думаю, скорее всего, сеточка забита здесь. Сейчас буду вскрывать, смотреть, потому что без автономки как-то хреновенько спать. Тем более, сейчас морозы меньше стали. В принципе, смысла нет никакого спать на запущенном моторе. Поэтому сейчас буду делать автономку, разбирать. Друзья, показываю даже. Ярче свет включу. Пробовал автономку там разобрать. Свечки не нашел, где еще свечка, как работает и тому подобное. Пришлось его полностью снять, разобрать целиком. Там вон хлам. Очень много, ну, типа, как сказать, нагара. Все, вот наша солярка виновата. Русская. Так, а причина была в том, что вот трубка идет топливная. И она вот, вот она выходит здесь. И она закоксована просто наглухо. Наглушняк закоксованный. Я думаю, почему туда соляра не поступает? Что за херня? Сейчас вот буду ее продувать, вычищать и потом обратно ставить. Вот, друзья, заработала. Вот только что собрал ее обратно. Все заработало. Отлично. Там вот подсоединил я керосин в бутылочку. Сейчас она прогорит. Где-то минут 10-15 прожгу ее чуть-чуть. Чтоб все ошметки и все остальное дерьмо испарилось. И буду подключать уже соляру к канистру за кабиной. Все, друзья, сегодня я подчинил, наконец-таки, автономку. Вот я выдвинулся потихонечку в сторону Кусама. Сейчас не знаю, сколько мне удастся проехать. Ну, посмотрю по обстановке. Вот. Погода на улице такая себе. Открытый асфальт. Но из-за того, что был дождь, сейчас подмораживает немножко. И поэтому асфальт очень скользкий. Поеду потихонечку. Сильно торопиться не буду. Как бы смысл того не стоит. Вот. Еду вкусом, а потом дальше будет видно в том плане, что, скорее всего, буду в Пиозере опять грузиться досками и поеду уже на югу. Но это вы увидите уже в следующем видосе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Чтобы не пропускать новые видосы, нажимайте колокольчик. Всем пока-пока. Пока-пока.